Всем привет! Продолжаем смотреть картины знаменитых художников. Сегодня у нас Отто Дикс, немецкий живописец-график, испытал влияние экспрессионизма, дадаизма, футуризма и других авангардных стилей 20 века. Наиболее известная работа 20-х годов и первой половины 30-х в стилистике новой вещественности. Итак, родился 2 декабря 1891 года в городе Гера, это Германия. Известен своими шокирующими картинами, которые отличаются особой эмоциональностью и смелыми сюжетами. Обучался в школе промышленных искусств и в Академии художеств Дрездене в 1909-1914 годах. Я цитирую Википедию. В последующие годы появились картины с жестким изображением ужасов войны. Я пытался выплеснуть на полотно то, что кипело во мне, писал Отто Дикс. Дикс впоследствии экспериментировал с кубизмом, футуризмом и дадаизмом поздних форм. Кроме искусства Дикс также активно интересовался философией Фридерха Митша. Первыми работами художника были пейзажи в духе постэспрессионистов, потом в манере Оскара Кокошки и итальянских футуристов. Участник Первой мировой войны был одним из основателей объединений художников под названием Дрезденский Сецессион, появившийся в Дрездене в 1919 году. В 1920-е годы был связан с дадаизмом и экспрессионизмом. В 1925-1930 годах Дикс один из наиболее заметных представителей новой вещественности. Новая вещественность, новая предметность и новая вечность. Это художественное течение в Германии противостояло позднему романтизму и экспрессионизму. Отто учился на художника-оформителя под руководством художника-декоратора Карла Сенфа в Гейме. Сенс оценил первые робкие шаги своего ученика, но не предсказал ему великое будущее. Но уже в 1909 году Отто получил грант, что позволило учиться в школе прикладных искусств Дрездене в 1910-1914 годах у профессора Йогана Николаса Тюрка и Ричарда Бухра. Сочетание чрезвычайной точности письма с гротестной обрисовкой отталкивающих типов и ситуаций придает картетам Дикса этого периода, характер горького свидетельств, беспощадно обнажающих уродства времени. Отто Дикс был самым настоящим революционером в ангарном искусстве. Он постоянно находился в поисках новых образов. Его картины и полотна – это социальные мотивы, духовные поиски самого себя и роли общества в этом мире. Взгляд на человека не как на внешность, а как на внутренний мир, полный переживаний, эмоций и желаний. Экспрессионизм этого художника отличается яркой индивидуальностью. В нацистской Германии Отто Дикс был отнесен к представителям так называемых культур большевизма и дегенеративного искусства. Уехал в деревню, где тайно писал картины. Последние месяцы Второй мировой войны был призван в фолькштурм, взят плен в французской войсками. А в феврале 1946 года освобожден. Нацисты уничтожили около 250 его работ. В последующий период, проведенный в Швейцарии, художник посвятил себя библейской и религиозной тематике. Отто жил годы, когда Германия представляла собой два государства ФРГ и ГДР, но в обоих государствах к художнику относились с большим уважением. Хотя жил в Дикс преимущественно в ФРГ, но и в ГДР бывал неоднократно в Дрездене. Умер он 25 июля 1969 года в возрасте 77 лет. Ну вот так немножко вкратце о творчестве, биографии Отто Дикса, немецкого живописца и графика, который испытал влияние экспрессионизма, дадаизма, футуризма и других авангардных стилей 20 века. Все, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok